Оксана, привет. Приветствую тебя, Олег, на твоем канале. Оксана, ну сразу перейдем к делу. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем? Великий министр юстиции Китая Конфуции начинал, как великий демократ, окончил, как человек, который придумал целую теорию конфуцианства, которое создало страты в обществе. А великие мыслители, такие как Лао Цзи, придумывали свои теории, дао, зашифровывая их, боясь донести до простого народа, потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову, средства массовой информации, которые как бы независимы. А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком участии жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. Я думаю, что даже если с 2014 года об этом не говорят, то в любом случае придерживаются этой стратегии. Такая моя оценка этого выступления, Оксана. Ну, казалось бы, кто такой Герман Греф? Это Сбербанк, ребята, это другая история, это не совсем даже, ну, скажем, четкое правительство. Но новость последнего месяца, новость последних дней. Министр Сергей Кравцов сообщил, что мы теперь в тесной связи с Германом Грефом будем менять наше образование. Герман Греф четко сказал, ребята, мы, власть, должны стоять на страже стратов. У нас должен быть маленький страт управленцев, которых мы будем холить, лелеять, вкладывать бабосики. Естественно, это все их родственники, это все их знакомые, это узкий класс. А все остальное – это население, это крепостные, это быдло, которое нужно отуплять. И заметьте, это не я сказала. На страже этого стоит у нас образование и СМИ. И я еще хочу заметить, что там, можете перекрутить, посмотри, сидит Константин Римчуков, наш уважаемый. Я тоже заметил это, да. И просто вот так вот прям кивает, так накивывает прям, то есть он согласен с этими словами. И вот теперь у нас Герман Греф всеми своими щупальцами влезает в наше образование. То есть они будут решать Сергеем Кравцовым стратегию развития образования на ближайшее будущее. И вот этот эксперимент с цифровым, вот с этим дистанционным образованием, это попадает сюда до кучи. У нас уже некоторые опросы проводят о том, как вам понравилось на дистанционном образовании родители. Миноборнауки такие делают. Тесты, опросы, мол, мы хотим вот этот положительный опыт и дальше внедрять в образовательный процесс. Вообще золотую фразу в свое время произнесла одна учительница в школе, когда мы с ней общались. Она сказала, ребята, Министерство образования, наше государство, правительство, ваших детей, в наших школах обязана отучить на тройке. Потому и созданы эти школы, чтобы давать некоторый уровень, некоторую базу, чтобы у тебя было место. Что такое современный класс? В класс набирают, сколько влезет. У меня вообще предложение ко всем губернаторам. Ребят, давайте уже придумаем двухъярусные парты для первого класса. Ну, получается, ребят, по всем выкладкам, мы африканская колония. То есть выкачивает ресурсы и держит в повиновении этот не самый умный народ. Сейчас нападает у нас на Левада-центр. Власти очень боятся той статистики, которую они дают. Дело в том, что они проводили опрос, будут ли росгвардейцы в случае чего стрелять в людей. С чего зависит, будет ли росгвардеец стрелять в нас с вами или нет. Это зависит как раз от образования. Проверим как раз систему образования этих молодых ребят. Насколько у них развито самостоятельное критическое мышление. И, как говорит Греф, не дай бог у них появятся основы своего «я». Вот они боятся, чтобы именно у росгвардейцев никогда не появилось основы своего «я». Потому что только у них зародится свое «я». Они не будут стрелять в народ по тупому приказу своего начальства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова